В рассказах Николая Семеновича Лескова, представленных в данном сборнике, поднимается несколько тем, каждый из которых не потерял своей актуальности в наши дни. Писатель представил нам образ порядочного человека, живущего по заповедям Божьим. Это вовсе не священнослужители, а обычные люди, на долю которых выпали тяжелые испытания. Александр Афанасьевич Рыжов, герой рассказа «Однодум», был городовым. Жил с семьей на свое скромное жалование. По замечанию губернатора Ланскова, на эти деньги нельзя даже овцу прокормить. Взяток и по отношению не брал, честно исполнял работу, а свои размышления о жизни записывал в тетрадь. Попытки сделать его похожим на других чиновников провалились, поскольку он хорошо знал священное писание и во всем придерживался морали, за что просыл чудаком, но пользовался уважением как начальства, так и народа. Пожалованный ему дворянский титул не повлиял на мировоззрение Рыжова, он остался прежним человеком. Селивану из рассказа «Пугало» пришлось долгое время сносить обвинения в голдовстве, убийствах и воровстве, хотя он был человеком смирным и всем оказывал помощь. Еще в юности спас дочь палача от смерти, сделал ее своей супругой. Лишь по воле случая Селиван избежал народного суда, смог переубедить людей и начать спокойную жизнь. Им противопоставляются те, кто стремится лишь к показному благочестию. Примером служит Домна Платоновна, персонажа рассказа «Воительница». Она считала себя глубоко верующей, порядочной женщиной, много повидавшей на своем веку и оттого знающей, где ложь, а где правда. На самом деле, ее помощь осуществлялась грязными методами и приносила одно горе. Вместо того, чтобы дать денег на дорогу Ликониде Петровне, разорившейся дворянке, она вынудила ее стать любовницей генерала. Позже этой лицемерной и циничной женщине пришлось самой испытать несчастье. Любое зло обязательно будет наказано. В запечатленном ангеле поднимается проблема религиозного фанатизма. Староверы претерпели немало бед, спасая свою икону, и в итоге все равно перешли в официальную церковь. Конечно, вера дает человеку силы, но она же может стать источником несчастья. Во всем надо знать меру. Это касается и Куга Карлыча Пикторанлиса из рассказа «Железная воля». Немец, инженер по образованию, отличался дисциплинированностью, принципиальностью, всегда держал свое слово. Но эти качества граничили с упрямством, что в итоге привело его к полному краху и бесславной гибели. Цель должна быть гибкой и достижимой. Нельзя не считаться со здравым смыслом, иначе человек загонит себя в ловушку. Нельзя обойти вниманием и тему любви. Потерине Львовне, главной героине рассказа леди Макбет Мценского уезда, она принесла лишь страдания. Сергею, ее любовнику, нужны были материальные блага. Поэтому он обманул женщину, подтолкнул к убийству мужа, свекра, племянника, обещая ей свою любовь до гроба. Лишь попав на каторгу, Катерина узнала правду, после чего покончила с собой, а заодно покупила новую подругу своего искусителя. Аркадий Ильин, барикмахер, и Любовь Анисимовна, актриса, оба крепостные графа Каменского, напротив, любили друг друга всеми сердцем и готовы были бороться за свое счастье. Однако героям рассказа «Тупейный художник» не повезло. Их разлучили. А позже, когда у них появилась реальная возможность сочетаться браком, мужчина погиб от рук убийцы. В рассказе «Несмертельный Голован», влюбленные напротив, могли бы жить вместе, как муж и жена, но они не стали строить семейное счастье ценой выдачи властям беглого солдата, первого супруга Павлы. Их чистое совершенное чувство позволило обоим вынести все трудности, а Головану получить еще большее признание в народе, который ценил его за доброту и чистую душу. Но не всем удавалось поступать по воле своего сердца и вершить справедливость, не опасаясь наказания, что наклятно продемонстрировано в рассказе «Человек на часах». Ничем не примечательное дело спасение караульным тонущего в неве человека привело в замешательство высших сановников и едва не дошло до самого императора. Солдат Костников за нарушение устава подвергся наказанию, хотя подполковник Свиньин понимал, что это несправедливо, он не мог проявить слабость перед подчиненными и тем более командующим. Будучи частью карательной машины царского режима, он был обязан вести себя жестко, иначе бы его винили в либерализме и сурово покарали. Однако Костников оборол страх и совершил правильный поступок. Может быть, порой не стоит думать о последствиях и делать то, что от тебя требуется? Действия рассказов разворачиваются вперед крепостничества. Читатель видит произвол господ, бедственное положение народа, а также его грубость, необразованность и леность. Это передалось и власть имущим. Им нет дела до процветания государства. Каждый думает о личной выгоде, и только некоторым удается вести достойную жизнь, наполненную заботой не только о себе, но и ближних. Благодаря таким людям мир, хоть не намного, но становится лучше, а значит, у всех нас есть надежда на светлое будущее. Герои Лескова не теряли веру в себя и в свое Отечество. Последуем и мы их примеру.